Здравствуйте, наши консервативные любители очень современного искусства. Мы с вами снова встречаемся по поводу очередного вернисажа. И два критика, любой из них на выбор. Вадим Климов или Клим Вадимов готовы вам дать актуальный комментарий на тему всех самых злободневных вопросов искусства. Где мы сегодня присутствуем? Мы в библиотеке на Невском 20. Это выставка Сергея Бугровского «Макулатура». Примечательна она, на мой взгляд, вот чем. Во-первых, это художник не из Санкт-Петербурга. Мы пришли посмотреть художника из небольшого провинциального города Дипецка. Для художника очень важно показать себя в культурной столице, в культурном пространстве Петербурга, особенно приезжающего из провинции. Он много где выставлялся. Это не первая его выставка. У него были выставки и есть работы в крупных музеях современного искусства. Но вот этот проект очень любопытный по нескольким причинам. Во-первых, я хочу вам сказать, что для вас должен быть любопытным, потому что называется макулатура. И технически очень интересно. То есть художник делает работы на бумаге, на газетах, используя тот материал, который мы привычно используем как вторичный материал. Может, он и до Барнаула добирался? Я не думаю, что он добирался до Барнаула, потому что в Барнауле, я вам хочу сказать, такое искусство большая редкость, искусство вообще современное. И почему мы из ряда нескольких передач все время приближаемся к такой тематике. В первых программах мы говорили о проблемах реализма. Потом мы смотрели выставки, где можно оценить реализм и оценить нереализм, где они вступают в некий конфликт. А далее мы посещали выставки в галерее Барей, где самый крайний уровень нового, современного, актуального, авангардного нереалистического искусства. И вот мы опять еще дальше заходим за границу концептуального искусства. Я думал, дальше Барею уже нельзя зайти. Можно, можно. Дело в том, что используя материалы, несвойственные для классической академической живописи, холст, масло и вот этот пафос весь. Здесь художник предлагает нам совсем другой подход, совсем другое техническое решение. И, соответственно, это все вызывает необыкновенные эмоции. Его искусство можно назвать очень эмоциональным. Потому что здесь нет реализма, но есть на него намеки. Смотрите, какая прекрасная обнаженка. Маха газетная. Маха газетная. А вот поэтому художник и как раз пытается самые известные, самые растиражированные сюжеты из классического изобразительного искусства перенести на некой другой масштаб. То есть он играет на нем, на этом искусстве. Говорить про вот это любимое слово всех реалистов постимпрессионизм, постконцептуализм, постпостпоствсего и модернизм, который они используют как ругательное. Здесь художник специально это и утрирует все. В последнее время художники-концептуалисты, назовем их художники-нереалисты, они всегда ищут не только эмоцию красоты, ну в смысле, ах, как красиво, нам это нравится. Они ищут глубокие интересные смыслы, которые должны вызывать некие эмоции. Эмоция может быть раздражающая, может быть впечатляющая и тому подобное. Но дело в том, что вызывая эмоцию, он заставляет следующим шагом думать, размышлять. А зачем? А вот зачем мы пришли попробовать отгадать, зачем этот взрослый, большой, серьезный художник занимается вот таким искусством? Сейчас посмотрим и ответим на этот вопрос. Такая зловещая пауза повисла. Надо зрителям писать письма, пусть они ответят на вопрос, зачем. Если мы говорим о собственном отношении художника к собственному искусству, к собственному творчеству, то как раз здесь он поверх афиши, своей же афиши, вернее, афиши современного изображительного искусства. Как-то это качество звучит поверх афиши. Поверх афиши. А вы намекаете? Ну ладно, пропустим на этот момент. То есть в городе Липецке была выставка из собрания музея Эрарта, и художник берет эту афишу и делает поверх нее большое серьезное произведение, пишет интересную обнаженную фигуру. Это достаточно любопытно, потому что в настоящий момент Эрарта – это некий главный музей современного изобразительного искусства. Художник таким образом высказывает свое решительное творческое заявление. Не утратили ли мы способность воспринимать эти решительные жесты, эти нарушения конвенции со зрителем после целого века-то хулиганства, скандалов в искусстве? Я думаю, что в настоящий момент мы находимся в каком-то пике этого развития искусства модерна, какого-то, который превратился через все измы и тому подобное в какое-то некое заявление, манифест и тому подобное. Ну да, сто лет прошло, ну и что? А искусство вообще давно развивается, и каждые сто лет меняются эпохи. Может быть, сейчас мы находимся на пике какого-то перелома, а может быть, наоборот, это такая горочка, на которую мы еще взбираемся, и что дальше будет, непонятно. Барнаул, о котором вы часто говорите, и я упоминаю, это же заповедник реализма. Ну, реализм – это понятно все, а вот мы это ищем развитие искусства. Явная склонность к реализму, она, конечно, как-нибудь отойдет. Ну, потому что это как основа, это как букварь реализма, а дальше ты же развиваешься и идешь к другому искусству. Очень просто сказать, какой это все фигня, я тоже так могу, и вообще мой трехлетний сын рисует лучше, или там трехпятилетняя дочь. Ну, так пусть она сядет и сделает выставку в Санкт-Петербурге. И вот в связи с этим вопрос, который волнует всех жителей города Лениногорска, даже, а он ныне Риддер, ну, примерно до этого района доходя. Все же вирус из-за коренелости не отдает ли он симптомам вот этого предпочтения реализма всем другим современным видам искусства и жанрам? Почти нет ни одного провинциального города, где бы не произошло реалистического застоя в изобразительном искусстве. Конечно, чем меньше город, тем менее прогрессивен он в изобразительном искусстве. Как правило, есть один-два ярких героя сейчас с одним очень известным искусствоведом Санкт-Петербурга. Мы пытаемся сделать такое небольшое исследование, небольшую статью о феномене звезд изобразительного искусства в провинциальных городах. Ну, в первую очередь, это сибирские города. Вот как раз этот художник, на выставке которого мы находимся, тоже бы подошел, наверное, в такое понятие, как яркий известный художник-звезда столичного областного города, провинциального областного города. И пытаясь изучать этот феномен, феномен... Мы философу говорим феномен, а искусствоведы... Говорим феномен. Вот изучая это явление, оригинальное и интересное, есть какие-то уже наработки. Поэтому сегодня это очень важно посмотреть, а есть ли известные, скажем так, признанные художники, современные, актуальные в провинциальных столицах. Я, конечно, могу назвать там Слонов, Красноярский, Шабуров, Синие носы, Слава Мизин, Дамир Муратов, Тонский и тому подобное. То есть есть, но они за 50 лет им уже всем. Ну, примерно 50 лет. То есть это состоявшиеся художники. И очень большой наблюдается разрыв поколений. Где то поколение художников, которым 30 лет? Где эти трех-пятилетние дети, которые наконец-то начали рисовать всерьез? Да. Почему эта выставка без охраны, без сигнализации? Ну, я думаю, что там есть охрана, которая находится на входе. Мы же можем тоненьким рулончиком свернуть все эти газеты и внести. Но мы же в библиотеке... Нам образование не позволит. Нам образование не позволит. Хотя из некоторых библиотек люди искусства воровали. Это известные истории, когда из маленьких музеев, из неохраняемых библиотек. Ну, может быть, здесь где-то есть камера? Интересно, говорим о том, что в библиотеке, в которую и так-то мало кто входит, ну, какая разница, среди образованных людей встречаются такие негодяи. Это, кстати говоря, не противоречие. Не противоречие, да. Поэтому... Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, озвучить цену этих работ, например, на рынке современного изобразительного искусства. Некоторые профессоры столько не зарабатывают. Нисколько не сомневается. Поэтому это... Внимание, зрители, вы сейчас, пожалуйста, приглушите немножечко громкость воспроизведения, потому что, Вадим Александрович, мне только на ухо озвучат стоимость этих работ. Я говорить цифру, конечно, не буду. Но я предполагаю, знаю примерно цены на это искусство. Поэтому, что вы говорите? Это известный художник, достаточно много выставляющийся. Понятно, что у него большой объем работ. Ну, то есть это не три рубля, понимаете? При ваших словах, как дорого это стоит? Конечно, возникает... Стала рисоваться новая система сигнализации, новые залы. Ну, да, 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 да. Продавать произведения. Возможности сразу как-то радужно расцветают. И видятся мне бесплатные произведения искусства целыми эшелонами. Вот так вот, мои любимые зрители западной, южной и восточной Сибири, даже северной, мы с вами на вернисаже посмотрели современного художника из города Липецка, которого прекрасно знают и любят в Санкт-Петербурге. Так и хочется спросить у наших местных барнаульских славгородских художников, когда же вы привезете сюда ваши картины? Мы на них с удовольствием посмотрим. Ну, успехов вам! Старайтесь не заболеть вирусом закоренелости, не подхватить симптом сплошного реализма. Встретимся в наших передачах. Субтитры создавал DimaTorzok